Вернусь, вернусь. А теперь советую, что назовет явление природы. Снег, туман, дождь, грамм, роз, дождь, дождь, ветер, облако. Облако наверх. Ну я тебе помогу. Забери. Так. Ну сменее. Цунами. Цунами. Ну, сменее. Давай, давай, давай. Вспоминай. Град. Град. Молодцы, ребята. А теперь дежурный нам назовет. Число есть, но сделает характеристику по углу. Сегодня 29 сентября. Время года вторник. День недели. День недели. Сегодня на улице паспорт. Дует маленький. Дует ветер. Немножко дождя. Идет немножечко дождь. Хорошо, присаживайся. А теперь давайте подумаем. Посмотрите все внимательно на слайд. Исключите лишнее. Мороз, снег, голод, ручьи. Как вы думаете? Какое слово здесь лишнее, Патя? Так. Ручьи. А почему ручьи? Потому что они... Они как-то бывают? Они весной. Они весной бывают. Правильно. Все остальное у нас зима. Присаживайся как. Так, пожалуйста, сведущий прилет. Птиц, ручьи, капель, метель. Пожалуйста. Какое слово здесь лишнее? Максим? Метель. Почему метель? Потому что это метель зимой, а прилет птиц весной. Весной. Прилет птиц, ручьи, капель весной. Правильно. Следующее, пожалуйста. Зреют ягоды, жара, калекула, катание на лыжах. Так. Ну, как вы говорите? Катание на лыжах. Почему? Потому что катание на лыжах только зимой. Только зимой. Хорошо. И, наконец, листопад, изморозь на траве, созревание на рожае и купание в реке. Так. Так. Ну-ка еще. Так, Максим. Изморозь на траве, потому что изморозь на траве только в лесной. Так. Либо весной, либо? Осенью. Осенью. А вот у кого другое мнение? Кто по-другому думает? Вот посмотрите внимательно, внимательно, пожалуйста. Купание в реке. Купание в реке. Почему ты считаешь, что это вещь? Потому что это летом можно делать. А остальные все признаки у нас это осень. Так. Ребята. Значит, мы с вами подошли к тому, что выяснили признаки осени. А кто еще более подробно назовет мне признаки осени? По каким признакам нужно ему осень? Катя. Так. Лисия падает на землю. На землю. Так. Ветер дует. А в другое время куда ветер не дует? Ветер не дует. Только осенью ветер бывает. Интересно. Мне не перейдет. Поначалу стало холодно. Поначалу стало холодно. А теперь, ребят, внимательно давайте посмотрим и попробуем определить месяц, когда бывает ранняя осень. В каком месяце? Когда тучи. Когда тучи. Нет. Название месяца. В каком месяце ранняя осень? В сентябре. В сентябре. Молодец. А золотая осень? Так золотая осень это? Какой месяц? Золотая осень. Это? Падает листья. Падает листья. А в каком месяце? В октябре. В октябре падает листья. И, наконец, поздняя осень. Поздняя осень. Ну-ка. Сели все правильно, собрались. Поздняя осень. Ну, у нас какой еще месяц осень остался? Январь. Январь. Ну, это да, молодец. Не знаю, что январь у нас. Осень. Какой месяц вы назвали? Так. На букву N называется. Ном? Ноябрь. Ноябрь. Конечно же, в ноябре. Теперь давайте еще раз с вами пройдемся. Какие же изменения происходят в осень? Я начинаю предложение, а вы заканчивайте. Летом яблоки зеленые, а осенью? Желтые. Красные. Красные, желтые. Весной трава зеленая, а осенью? Желтые. Желтые. Молодцы. Летом день длинный, а осенью? Короче. Летом деревья одеты листвой, а осенью? Сапа. Радетные. Ну, радетные или падают листья. Так. Летом тучки ходят высоко, а осенью? Низко. Низко. Молодцы, ребята. Мы с вами повторили прошедший материал. А теперь внимательно посмотрите фильм и подумайте. И ответьте на вопрос. Смену чего мы будем наблюдать? Продолжение следует... Итак, ребята, смену чего мы с вами наблюдаем? Смену природы. Смену природы. А как можно по-другому сказать? Смену погоды. Погоды. А более вот точно. Смену времен года. А как вы думаете, о чем мы сегодня будем говорить на уроке? Какая тема нашего урока? Если мы смотрели смену времен года, какая тема урока у нас будет? Ну, смелее, кто мне скажет? Мы будем говорить о смене времен года. Пожалуйста, возьмите свои рабочие листочки и запишите тему урока. Запишем тему урока. Так, сегодня тема урока «Смена времен года». Записываем с большой буквы пишем «Смена времен года». 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 Как вы думаете, что вы должны знать на уроке? Ну, если вы говорите о смене времен, вот почему они сменяются? Что мы должны знать? Так, смена. «Смена». А вот как вы думаете, вот если я вам помогу, а вот вы задумывались, почему происходит? Почему меняется времена года? Почему меняется времена года? А если я вот немножечко изменю, скажем вот так, причину смены времен года. Мы можем так сказать? Мы узнаем это в уроке. Хорошо. А чему мы с вами должны научиться? Вот мы сейчас, когда с вами смотрели фрагмент, мы этого еще немножечко не уловили. Чему мы должны научиться, если мы говорим о временах года? Грюша, а я здесь. О чем мы должны научиться? Мы должны научиться определять времена года. Правильно. Мы должны научиться определять времена года. И самое главное, мы с вами должны ответить вот на этот урок. Почему же происходит смена времен года? И я его вот сюда, выше других, прикреплю. Почему происходит смена времен года? Теперь, пожалуйста. Давайте возьмем листы, рабочие листы урока. И обратим свое внимание на задание номер один. Кто мне прочитает? Читай, Катя, задание. Отчеркни правильное утверждение. Подчеркни правильное утверждение. Давайте прочитаем. Подчеркни. Это просто так напечаталось. Никто его не зачеркнил. Итак, читай утверждение. Земля вращается вокруг Солнца. Солнце вращается вокруг Земли. Солнце – это планета. Какое утверждение ты подчеркнул и почему? Итак, ребят, мы прочитали вслух, вы прочитали. Давайте подумаем и подчеркните. Вот на ваше. По вашему мнению, какое утверждение здесь правильное? Можете не подчеркивать, можете поставить галочку рядом. Вот здесь вот. Вот если ты считаешь, то ты ставишь там галочку. Ты решил, что. Итак, ребята, давайте порассуждаем. Так, значит, Максим, ты первый делаешь заявление. Какое ты выбрал утверждение? Земля вращается вокруг Солнца. Так, Максим, вот так. Поднимите руки. Он все так. Так. Ну, вы. И на реку уже такой же. И на реку уже такой же. Хорошо. Земли. Земли. Хорошо. А вот как вы думаете, а почему вот мы выбрали это именно предложение? Давайте с вами порассуждаем. Давайте вспомним, что такое Солнце. Что такое Солнце? Солнце — это звезда. Так. А Земля — это? Это. Ну, если Солнце — это. Солнце. Солнце — это планета. Солнце — это планета. Может звезда вращаться вокруг планеты? Нет. Нет. Поэтому правильное утверждение у нас действительно будет. Земля вращается вокруг Солнца. А как галочка рисует? Ты галочка все думаешь, как рисовать? Ну, может, почерпнуть. Галочка вот так рисуется. Итак, с этим мы с вами разобрались. Но, ребята, посмотрите. Ведь на предыдущих уроках мы с вами знакомились и говорили, что Земля вращается вокруг Солнца. Но посмотрите. Ведь у Земли есть полз, и Земля вращается. Вокруг своей оси. Давайте снова обратимся к нашим рабочим местам урока. Давайте найдем задание номер 2. И прочитаем его. Тогда не узнает, как прочитать задание номер 2. Выполни предложение, используя слова подсказки. Суть 24 часа, год 365 дней. Итак, ребята, посмотрите. У вас два предложения. В одно предложение вы должны вставить сутки и 24 часа. Во второе предложение вы должны вставить слова год и 365 дней. Внимательно посмотрите, порассуждайте и запишите. На пропущенных местах, Андрюша, на пропущенных местах ты подписываешь. Сутки 24 часа, год 365 дней. А ты просто читаешь? Ты просто читаешь. Так, давайте. И так. Написали. Написали. Попробуйтесь. Пожалуйста. Нет. Давайте прочитаем первое предложение. Давайте. Так. Катя читает первое предложение. Земля постоянно движется. Она вращается вокруг своей оси полно. Уборот, она совершает за. За? Какое слово ты здесь вставишь? Она вращается. Она совершает за? И за 24 часа. А 24 часа это что? Сутки. Сутки. Какие слова мы вставим в первое предложение? Ну-ка, посмотрите. Земля постоянно движется. Она вращается вокруг своей оси. Полный оборот. Она совершает за сутки или за 24 часа. Я обратила внимание, что 24 часа вы написали. Но вы забыли слово сутки. Вы не соединили. Итак, теперь работаем со вторым предложением. Так, второе предложение. Давай, Виталий, читай. Виталий, читай. Итак, ребят, посмотрите. Ну-ка, давай обратим. Она совершает полный оборот за год. Или за? 35 дней. Итак, посмотрите, что мы с вами выяснили. Мы с вами хорошо запомнили 24 часа и 365 дней. Но немножечко нам нужно поработать над сутками и год. То есть мы не соединили эти два понятия. Ну-ка, теперь листочки отложили в сторону. Ребят, я сниться больше. Отложили в сторону. Рисовать не надо ничего. Отложили в сторону. Итак, ребят, мы сегодня начинаем говорить с вами о смене времен года. И если мы отнимутся, мы посмотрим на эту схему, то мы увидим, что лето сменяет осень. Осень сменяет зима. Зима сменяет весну. Весна, лето. И так продолжается. Извлеклый год. Но если мы посмотрим на изменения времен года в нашей стране, то мы увидим, что в нашей стране смена времен года очень сильно отличается. То есть вот мы смотрим за окном и видим, что там осень, потому что она отличается от лета и от весны. То есть сезоны у нас очень ярко выражены. А для того, чтобы посмотреть и доказать это, давайте посмотрим вот сюда. Итак, ребят, вот я бы хотела доказать вам одну из причин смены времен года. Перед вами глобус. И вместо солнца я в руки возьму фонарик. Давайте посмотрим, какие же изменения происходят. Я включаю фонарик. И посмотрите, я фонарик располагаю практически под прямым углом и направляю его на глобус. Посмотрите, хорошо видно освещение? Ну давайте я вот сюда направлю. Хорошо вам видно? Посмотрите, я бы хотела обратить ваше внимание на ту область, которую освещает фонарик. Вот таким образом, если вы помните, летом у нас солнце высоко-высоко на небе. И когда лучи его падают, они падают практически вертикально. И поэтому земля прогревается очень хорошо. И летом день более длинный, чем весной, осенью и тем более, чем зимой. А теперь посмотрите. Я немножечко меняю угол наклона. А почему я меняю угол наклона? У меня наступает зима. И я фонарик располагаю ближе к глобусу. А почему? А потому что зимой солнце не так высоко на небе. И поэтому, посмотрите, область освещения у нас изменилась или нет? Да. Да. В какую сторону, Соня, она изменилась? Она стала больше или меньше? Меньше. Меньше. А почему она стала меньше? Потому что она приблизилась. Потому что солнышко приблизилось. И лучи как бы падают уже в одно место. Хорошо. А теперь посмотрите. Вот сейчас я вам хочу показать изменения солнца на небе осенью. Посмотрите, вот так оно было у нас летом. Затем солнышко медленно-медленно начинает приближаться. И немножечко меняет угол наклона. Посмотрите, меняется освещение на земле? Да. Меняется освещение на земле. Оно становится что? Постепенно становится меньше. И вот теперь у нас прошла с вами зима. И дело идет к весне. Солнце начинает медленно подниматься вверх. И посмотрите, чем выше солнышко поднимается, тем большую область оно захватывает, больше освещает. И поэтому весною земля начинает прогреваться. Земля начинает прогреваться. Значит, мы на этом опыте с вами убедились, что земля по-разному у нас освещается. Но сейчас мы должны с вами убедиться в том, что земля еще не огребается по-разному. Я бы попросила выйти ко мне максимально. Иди, Максим, пожалуйста, положи сюда руки. Вот таким образом, как у меня лежит. Не бойся, Лаш. Так, и вот теперь просто закройте глазки. Закройте глазки. Закройте глазки. На правой. Ребята, а под каким углом был направлен фонарик на его правую руку? Как я направляла фонарик? Прямо. 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 Так. А на левой руке ты практически не ощущал тепла. Значит, я направляла фонарик под углом. И лучи были более рассеянные. Так, посмотрите. Присаживайся. Посмотрите, какой вывод мы можем сделать из этого опыта. Какой вывод мы можем сделать? Вот в первом случае у нас луч располагался прямо, во втором случае под углом и более низко. Какой вывод можно сделать о нагреве земли? Одинаково не нагревается земля? Первое. Одинаково не нагревается земля в разное время года? Нет. Нет. А когда она лучше нагревается? Летом. Почему она нагревается лучше? Потому что солнце стало выше. Потому что солнце выше. И поэтому она нагревается сильнее. То есть, обобщаясь у вами сказанное, я скажу так, чем выше солнце, тем сильнее нагревается земная поверхность. Мы сегодня уже достаточно поработали. Нам уже пора немножечко передохнуть и подвигаться. Итак, пожалуйста, используйте минуту. Продьба на месте. Выше ноги стоим. Раз, два. Плечи выше поднимаем, а потом их опускаем. Руки перед грудью встаем и рывки мы выполняем. Пять раз попрыгнуть нужно. Как и все, значит дружно. Мы колени поднимаем. Как на месте выполняем. А от души мы потянулись. Вернулись. И на место вновь вернулись. Так, ребята, а теперь откройте, пожалуйста, учебники на странице 32. Так, Ладыш, я откройте свои. Для вас ничего. Вы их нам нужны. Вперед, Криво. Очень хорошо. А теперь, пожалуйста, на странице 32 найдите абзац, возле которого стоит цифра 1. Возле которого, так, Кирюш нашел. Читай, Кирилл. Зимой. Зимой солнце поднимается невысоко. Его лучи будто бы скользят по поверхности и по этому греют слабо. Зимой день короткий, а ночь длинная. Посмотрите, ребята, здесь очень хорошо показано. А теперь на рабочих листах урока найдите задание номер 3. Задание номер 3. И давайте, пользуясь учебником, пользуясь тем абзацом, который мы прочитали, ставим слова. У вас слова-подставки есть под текстом. Значит, слова-подставки здесь невысоко, греют слабо, короткие и длинные. Итак, где мы напишем слово невысоко? Пишем быстренько. Где мы напишем слово невысоко? Так, нехорошо подсматривать. Ой, нехорошо. В первом приложении. Где мы напишем слово невысоко? Невысоко. Невысоко. Так. А где мы напишем слово греют слабо? Что у нас может быть греют слабо? Лучи. Лучи. Где мы напишем? И поэтому... Где мы напишем, Кать? Но если лучи стальзят по поверхности, поэтому... Поэтому греют... Поэтому греют... Греют слабо. Слабо. Греют слабо. Греют слабо. Зимой день какой? Короткий. Короткий. А ночь? А ночь какая у нас? Максим? Длинная. Длинная. Ребята, посмотрите, что у нас получилось. Зимой солнце поднимается невысоко, и лучи будто бы скользят по поверхности. Поэтому греют слабо. Зимой день короткий, а ночь длинная. Так. Проверили. Поднимите руки. Кто сделал? Так. Три человека сделал. Так. А теперь пойдемте дальше. Дальше пойдем. Так. Данил, читай. Второй. Найдите все на страничке 32. Второй абзац. Летом все. Наоборот. Солнце поднимается высоко. Длиннее. Длиннее, поэтому земля хорошо прогревается. А почему это мы прочитали про лето? Какие признаки лета здесь? Так. Бабочки. Нет, мы не бабочки, мы говорим. Солнце. Так, какое солнце у нас? Солнце. Прямо смотри, солнце у нас высоко. Дни становятся длиннее. Где мы во втором предложении ставим пропущенные слова? Высоко. Где мы ставим? Я, 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 с вами поднимается. Высоко. Правильно. Вставляем. А где мы ставим? Высоко. Высоко, да. Высоко. 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 Так. Не высоко. Нет, ну мы здесь, котенка уже на втором предложении так работает. Ты не написала. Вот здесь, котенка, надо написать. Вот здесь. Поднимается. Не высоко, да? Здесь вот перепишем. Итак, ребят. И вот мы с вами подошли к самому интересному моменту. Вот посмотрите. Зима и лето. Очень ярко выражено. Солнце высоко, солнце низко. Дни длинные, дни длинные, дни короткие. А почему весну и осень называют переходными временами года? Так, Макс, читаем. Третье. Весна и осень это переходные времена года. Весной сонцы начинают все больше и больше на грео днем. И природа оживает. Так, природа оживает. Почему мы не смотрим сюда? Итак, посмотрите. Все-таки почему весну и осень называют переходными временами года? Почему называют переходными временами года? Почему? Потому что весной солнце начинает подниматься, а осенью... А осень начинает опускается. Опускается. И посмотрите. Ребят, вот здесь очень хорошо видно. Посмотрите. Осенью она опускается, весной она поднимается. А теперь, пожалуйста, давайте посмотрим на схему. Внимательно, внимательно, Нарек. Посмотрим на схему. Вот это что? Солнце. Солнце. Это что? Земля. Земля. Что мы видим здесь? Движение Земли вокруг Солнца. Вокруг Солнца. Какой вывод мы можем сделать? Когда Земля движется вокруг Солнца, меняются времена года. На той стороне, которая ближе расположена к Солнцу, что у нас будет? Весна. Так. Ну, у нас будет, допустим, либо весна, либо лето. Но у нас не будет ни осень, ни зимы. Итак, значит, вот если внимательно посмотреть на эту схему, то можно сделать вывод, что та сторона Земли, которая обращена к Солнцу, она что? Сильнее освещается, значит сильнее нагревается. Значит, та будет, что? Какое время года? Лето. Лето или? Весна. Или весна. А когда та, через полгода, она поменяет свое положение, то какие времена года придут? Зима и осень. Придет зима и осень. А теперь, ребята, давайте вернемся с вами вот к тому вопросу, который мы поставили в начале урока. Почему же происходит смена времен года? Вот какие две причины вы сегодня услышали? Почему происходит смена времен года? Так, берем. Потому что весной садится солнце, а летом поднимается. И летом поднимается. Так, то есть мы говорим о изменении положения Солнца. Солнце выше, ниже. А еще почему? Максим, Максим, не надо было смотреть. Итак, а еще какая причина, кроме того, что Солнце поднимается? Еще одна основная причина. Посмотрите. Движение Земли вокруг Солнца. Движение Земли вокруг Солнца. Итак, Данил, прочитай нам, пожалуйста, первую причину. Времена времени года. Времен. Времен года. Движение Земли вокруг Солнца. И вторая причина, вторую причину, прочитает Максим. Изменение нагрева земной поверхности. Изменение нагрева земной поверхности. Хорошо. А теперь давайте представим себе. А вот у нас земля не вертится. Вот она стоит в одном положении. Вот никуда она не движется. Она крутится вокруг своей жизни. И она даже вокруг своей жизни. Просто она вообще никак не крутится. Она просто стоит и все. Что мы будем наблюдать? Ну вот представьте себе, что тут внизу нет движения. А он будет, а мы его, допустим, в таком положении. Посмотрите внимательно, что тогда произойдет. Будет только ночь и... Так, не ночь. Мы говорим о чем? А времена. А времена? Года. Года. То есть, ну-ка, давайте порассуждаем. Будет только земля. Будет. Если земля будет стоять на одном месте, то временем года будет. Они не будут меняться. То есть, на той стороне, которая расположена ближе к солнцу, там постоянно будет лето. А на обратной стороне постоянно будет зима. Постоянно будет зима. И теперь давайте снова проговорим вот такой момент. Я начинаю, вы продолжаете. Если в северном полушарии лето, тогда нам в южном? В лето. Если в южном... Зима. Зим? В лето. Зима. Ну, знаете. А вот если в северном полушарии весна, то в южном какое время? Зима, осень. Осень. А почему осень? Ну, потому что если зима и лето, то весна, осень. Итак, ребят, а теперь, пожалуйста, откроем дневнички. Дневнички. Откроем. Дневнички откроем. На четвертый урок. На первое. На четвертый урок. Начнем так. На четвертый. А, простите, на третий урок, конечно. Запишите дома. Страница. Тридцать два, тридцать три. Тридцать два, тридцать три. Считать. Отвечать на вопросы. Считать. Отвечать на вопросы. И, ребят, я бы хотела, чтобы вы выполнили творческое задание. Нарисовали любимое время года. Это может быть по выбору. Ваше любимое время года. Нарисовать любимое время года. Это задание не обязательно. Но я бы попросила вас его сделать. Ребят, а теперь... Немнички немножечко отложили. Не закрывайте. Отложили просто ковы. И посмотрите сюда. Вот посмотрите. Перед вами разные... У меня. Перед вами разные солнышки. Есть солнышко, которое улыбается. Есть солнышко, которое задумывается. А есть солнышко с книгой. Подумайте. Вот какое вам больше солнышко нравится? Тебе, Катя, какой? Я все поняла на уроке. Я все поняла на уроке. То есть ты так все поняла на уроке. Так, а еще... Что, нет? Ты все поняла на уроке. Ну вот с тобой я соглашусь, потому что ты помогала мне по ходу урока. Слушай, тебе. Ты все поняла на уроке. Знаешь, я бы тебе... Так, ребят, тихо-тихо. Я бы тебе посоветовала выбрать вот это, солнышко. Потому что у тебя все-таки остались вопросы. Потому что ты не на все... Вот во время ходу, во время работы, ты не на все вопросы отвечала. Максим? Да. Старую, солнышко, с тобой я уже соглашусь. И действительно так. А вот какое солнышко понравилось Максиму? Я все поняла на уроке. Ты все поняла на уроке. Ну, может быть, ты и понял все на уроке. Но помогал ты мне в ходе урока не очень активно. Ребят, вот это я у меня замок. Урок прошел. Кто-то сегодня вынес больше знаний с урока. Кто-то немножечко поменьше. Но у нас, каючи, с вами будут еще уроки. И мы с вами наверстаем все то, что мы сегодня упустили. Сегодня за урок я бы хотела поставить оценки Соню. Соня активно помогала. Весь урок работала Соня 5. Значит, хорошо работал Максим. Я, Максим, ты хорошо работал, но опять же нет, его 4. Я хотела еще поставить оценки за работу письменную. Но, знаете, как-то она у нас то ли заволнивая, немножечко она у нас не удалась. Поэтому на следующем уроке мы с вами проработаем. И тогда уже получим оценку. И так, пожалуйста, встали. Аккуратненько закрепили. Сложили все на край стола. На край стола, с сложили все. И построили все.